Даже если вас двое, ну, два человека попадаются на преступлении, там, ну, какой-нибудь средней тяжести, да, и гранили, в принципе, там, по году тюрьмы, да, вот, и каждому из них следователь говорит, ты дай мне информацию, что вот этот вот делал, что-то посерьезнее, и уйдешь домой, он получит десятку, ты домой пойдешь вообще, вот, то есть каждый вот так, хорошо, значит, если я расскажу про друга, я сразу Ухожу, дружок садится на десятку, ну, хрен его знает, а что, такой ли он мне дружок, и дает показания, если оба человека дают показания, то в итоге еба уезжает на пять лет просто, уезжают оба и все, они там друг с другом наговорили, молчали бы, получили погоду, вдвоем насели бы и погоду, поэтому не торопитесь давать показания, вы должны понимать, кто ваши подельники, могут ли они вас сдать, сдадут ли они вас, дальше Вы должны уже строить свои практические действия, как вы будете дальше, давать показания, не давать Есть у ментов уловка, что чистосердечное признание встречает вину, но пока нету такого понятия, как чистосердечное признание, это вранье, его в принципе нету, название передачи А в материалах дела прокурор напишет, что поздоровитель мульик неопровержимых доказательств, собранных следствием, подозреваемый признался в совершении преступления, и все, и никакого несосердечного признания В камеру заходить очень просто, взял паул, зашел, поставил его, недвеко от двери, поздоровался со всеми, всем привет, здравствуйте Здесь, конечно, нужно понимать, что вопросы, которые тебе будут задавать, они могут носить два права Первое, что с тебя можно взять, ну, то есть, а есть у тебя деньги, то есть, ну, можно ли с тебя тему что-то на общее И второе, это, что ты можешь рассказать по совершенным тобой преступлениям, то есть, это оперативный интерес, великорыстный Во всех других случаях, зэкам друг на друга просто насрать